прямо сейчас поведу о том рассказ как московская динамо александра александровича севидова первым советском союзе в третий раз пробилась полуфинал евро турниров кубка обладателей кубков 1984 85 как добивались такого успеха столичные белоголубые кого побеждали и могли ли выйти в финал поехали московская динамо образца 1984 года запомнилась тем что еле-еле удержалась в советской высшей лиге но при этом отлично выступила в кубковых турнирах сначала в кубке союза подопечные станция на часе сотворили сенсации разгромив полуфинале на выезде минская динамо 40 а потом пересили в решающем поединке ленинградский зенит 20 в дополнительные полчаса причем тогда минчане одни из лидеров советского клубного футбола а зенит садырина шел своим первым и единственным золотым медалям чемпионата более подробно видео кубок ссср 1984 динамо москва зенит спартак влетает факелу оформил бы зенит и золотой дубль да только вот финале кубка ссср помешала московская динамо которая ввел за собой на поле стремительный валерий газаев этот игрок если разыграется то его не остановить просто потрясающий дриблер более подробно видео валерий газаев джигит футбола только вот этот форвард грешил не сдержанностью на поле и часто не только получал предупреждения но и удалялся и как раз к матчу с югославским хайдуком газаев уже отбыл трехматчевую евро дисквалификацию после удаления осенью 80-го в кубке уефа в гостевом поединке с бельгийским лакереном правда первом матче против хайдука газаева соперники хорошо перекрыли хотя московская динамо и выиграла 1-0 отличился сергей аргудяев на седьмой минуте но если говорить откровенно то мало верилось что аутсайдер чемпионата ссср сможет выстоять в гостях против одного из лидеров югославского клубного футбола представители которого дома выступали очень мощно сокрушая соперников и посильнее московского динамо и стоп чемпионатов например той же осенью 1984 белградский партизан отыграл гостевые 26 у английского queen's park рейджерс 40 ариека дома побеждала испанский вальдиадолит 41 и мадридский реал 31 хоть потом и вылетела я это к тому что московскому динамо очень не повезло с жеребьевкой на первом этапе хайдук кстати в предыдущем евро сезоне 83 84 только в полуфинале кубка уефа уступил его будущему победителю английскому тотингем ход спор и то по правилу преимущества выездного гола в не отмененного 21 и 01 так что тем более честь и хвала московскому динамо которая сумела собраться на сильного соперника и не только оставила его за бортом турнира но и сокрушила правда после того как хорваты дважды ответили на гол газаева и повели начале второго тайма 21 казалось все приплыли но в тот день 3 октября 1984 года газаева было не остановить удар сходу после навеса василия каратаева 2257 минута не успели хозяева отойти от такого шока как игорь буланов забивает красивейший гол со штрафного после чего хайдуки окончательно поплыли и еще дважды пропустили газаев с пенальти и александр хапсалис довели счет до разгромного 52 это было радости не передать простыми словами так мощно расправиться с очень сильной командой с высоким международным авторитетом составе которой игроки сборной югославии голкипер иван пудр плюс алёша асанович златка буевич степан дэверич и капитан иван гудель это было что-то невероятное кто не в курсе сообщу чемпионат югославии этого времени один из мощнейших в европе а сама югославия на тот момент в таблице коэффициентов уефа была четвертой вслед за фрг испании и англией это чтобы все понимали всю ценность и важность победы московского динамо над хайдуком осенью 1984 года а вот дальше команде сан саныча севидова откровенно везло причем на всех последующих стадиях кубка обладателей кубков мальтийский хамрун спартанс был самый желательный результат жеребьевки из всех возможных 15 соперников по одной восьмой финала так что московский погром хамруна было легко спрогнозировать 5-0 дубль газаева плюс голы каратаева хапсалиса и буланова дали понять что вопрос четвертьфиналами шон гостях динамовцы сыграли без газаева гол юрия чеснокова на 12 минуте окончательно расслабил 1-0 общее 60 а в четырех победных матчах 12-2 четвертьфинал и снова московскому динамо выпадает самый желаемый соперник греческая лариса с которой тем не менее парни севидова испытали огромные проблемы если уже говорить откровенно то оба матча что в греции что в тбилиси ни о чем тут ярко характерные слова наставника динамо севидова сказанные после ответного поединка цитирую и во второй встрече лариса оказалась достойным соперником к сожалению в первом тайме атака у нас не получилось слишком однообразно действовали полузащитники нападающие пытавшиеся побыстрее забить мяч а спешка к добру еще никогда не приводила вторая половина встречи было интереснее но вот завершающей стадии атак наши игроки действовали по-прежнему не точно конец цитаты судьбу всего противостояния решил один точный удар владимира фомичева на 61 минуте когда мяч от перекладины ударился за линии ворот и отлетел в поле и хвала шотландскому арбитру бобу валентайну с его помощниками которые оказались глазастыми и увидели что мяч опустился от перекладины за линии ворот игол засчитали кстати яркая иллюстрация демонстрирующая что не всегда западные арбитры заслуживали советской команды вот видите подданный британской короны своим волевым решением вывел московская динамо в полуфинал кубка кубков радости было у динамовцы выше крыши тем более что как оказалось у динамовского голкипера алексея прудникова и василия каратаева 20 марта 1985 года были дни рождения и они вместе с командой сами себе сделали такой вот незабываемый подарок который будут помнить всю свою жизнь полуфинал кубка кубков третий в истории московского динамо первый был 13 лет назад более подробно видео динамо москва украденная победа в кубке кубков 1972 и снова динамовцам повезло жеребьевкой соперником стал в полуфинале венский рапид чей тренер югослав от табарич так и сказал что и его команде и московскому сопернику очень повезло потому что судьба им предоставила отличный шанс впервые в своей истории выйти в финал кубка обладателей кубков и вообще евро турнира потому что другая пара бавария эвертон по классу сильнее лучше своим шансом увы воспользовалась австрийская команда которая на венском хана пешта дионе 10 апреля 1985 года буквально задавила московская динамо шквалом безостановочных атак не остановили австрийских работяг а рапид курировался австрийской компартией не пропущенный из пенальти гол от каратаева в первом тайме не не реализованный паненкой 11 метров и после перерыва 68 по 73 минуты лайнер кранкль и хрстич довели счет до 3-1 а с учетом того что из-за перебора желтых карточек пропускал матч москве валерий газаев уже после поединка в австрии почти ни у кого не вызывало сомнений что динамовцы не отыграются гол паненки на стадионе динамо уже на четвертой минуте окончательно поставил жирный крест на московских надеждах второй раз своей истории пробиться финал кубка кубков и второй раз препятствием стал австрийский клуб из вены более подробно видео динамо москва в полушаге от финала кубка кубков 1978 а устрии семь лет назад команда севидова проиграла по пенальти теперь все что удалось это сравнять счет после классного удара позднякова на двадцать восьмой минуте 11 хотя нужно признать динамовцы сражались до самого финального свистка и своей самоотверженностью заслужили аплодисменты переполненного родного стадиона а это 50 тысяч 400 зрителей несмотря на полуфинальный пролет московская динамо стала первым в ссср кто в третий раз достиг этой стадии евро турниров вторым станет киевская динамо через год когда и выиграет блестящим стиле кубок кубков кстати именно в венском рапиде играл первый официальный советский легионер анатолий зинченко в 1980-х 83-х годах о чем отдельный разговор а зимой 1986 должен был пополнить ряды рапида спартаковец юрий гаврилов но там что-то не срослось зато сергей шавло 1987-89 годах здорово позажигал за рапид и это к тому что целая плеяда прекрасных советских футболистов не дотянула до того времени когда ветеранов стали отпускать за рубеж тот же газаев хотя он вполне мог засверкать за бугром более подробно видео как валерия газаева 1977 турки сватали а мне только остается объявить полный список тех кто добывал международную славу московскому динамо в его походе к третьему европолу финалу алексей прудников капитан игорь буланов александр новиков борис пазняков александр головня александр хапсалис валерий матюнин ренат атаулин виктор васильев сергей стукашов василий каратаев александр молодцов юрий пудышев валерий газаев сергей силкин александр бородюк владимир фомичов осенью 1984 играли юрий чесноков сергей аргудяев юрий ментюков главный тренер сан саныч и видов с вами был саныч до новых встреч